приветос амигос наверное нету в армад ворфаер такого танка видосов по которому просили бы больше чем видосов по т90 м с она и понятно ведь это на данный момент топ советской ветки это вершина на данный момент развития ну потому что армату еще не завезли и поговорить что завезут не раньше чем в семнадцатом в общем пришло время это самое видео сделать и поверьте делать его было действительно тяжело потому что нету в мире надежнее способа обосрать себе настроение чем игра на девятом левеле варвард ворфер без взвода команды состоящий из игроков взрослых в режиме пве под удобрениями из бесконечных акций на скорость прокачки дают о себе знать люди привыкшие отстреливать кумулятивами ботов которые сами поворачиваются к ним жопой раз за разом с бой за боем сбиваются в стада в стада людей не знающих ни одной зоны пробития ни одного танка девятого левела кроме т-90 м с который по счастливому стечению обстоятельств пробивается во всеми любимый нижний лист если только вам не насрать на свою статистику и на то как часто побеждаете такие бои очень быстро выведут вас из душевного равновесия но да вернемся к 90 м с по традиции отечественные ветки танков как обычно это не новая машина а очередной апгрейд машины старой поэтому внешне она хоть и выглядит как по-новому хоть за это спасибо играется в на ней все также по старому плохой у вен хреновая точность средненькая динамика в плане защиты т-90 м с вармерт ворфер не имеет аналогов на западе потому что по количеству уязвимых мест он опережает все западные образцы впрочем ничего нового люк на башне в который заходит треть дамага люк мехвода в который заходит дамаг с критом ну и нижний лист естественно оборудование по моему глубокому убеждению нужно все ставить на точность потому что на этом уровне победителя поединка определяет не то кто скоростнее стреляет не то у кого дамаг выше а то у кого снаряды летят точнее то же самое касается перков экипаж для меня лучшим вариантом стали перки на очка на максимальную точность а также время сведения но тут опять таки зависит от того какой вы поставите оборудование в плане перков мехвода полный простор для творчества во что веруете то и прокачиваете считайте что если ваш танк будет на 10 процентов быстрее поворачивать корпус качайте этот перк считайте что 10 процентов к разгону на бездорожье что-то значит в этом мире качайте разгон на бездорожье далее переходим к расходникам на мой взгляд на т90 мс нет никакого смысла тратиться двадцатью тысячами безымянных денег на покупку энергетика поскольку разница между энергетикам и протеиновым батончиком в моем случае составляет какие-то там сотые секунды в параметре сведения нет никакого смысла перед плачивать за это в три раза тем более что в армад ворфер сейчас по моему массовый финансовый кризис ну хоть в чем-то реализм что касается масла который по легенде увеличивает мощность двигателя танка на деле прибавляет ему максимальную скорость то тут я советую подумать как часто вы ездите на своем т90 мс максимальной скоростью по моему только один раз в бою когда едете с респа по своему выборному направлению иногда конечно приходится мчаться сбивать захват своей базы но это в основном на карте мирный рубеж как вы понимаете а там дороги и так нормальные можно разогнаться ну в общем подумайте решите для себя чего вы боитесь больше того что в бою захватят вашу базу или того что вам выстрелят в пердак и подожгут и вы сгорите на хрен потому что слот потратили на масло они на огнетушитель впрочем у меня лично пожаров пока что ни разу не было но никогда не поздно открыть сезон в плане командора экипажа у меня лично стоит миром он стоит он там из-за навыка плюс 15 к ускорению на бездорожье после выстрела я твердо веру ну как я уже говорил да ставьте то во что веруете я твердо верую что я после выстрела чертовски быстро могу укатиться с линии огня назад в кусты благодаря этому перку почему не его сестра близнец в плане перков оксана руденко потому что я твердо верую что экипаж в игре на данный момент практически бессмертен и ее перк плюс 50 процентов к урону членам экипажа практически бесполезен ну а других кандидатов и рассматривать то смысла нету несколько слов о боекомплекте танка т-90 мс как мы видим на вооружении у танка есть птуры и казалось бы что это хорошая новость и даже есть птуры термобарические которые в реальности я не сомневаюсь чертовски хитро выделанный снаряд но в игре это просто по сути управляемый фугас это все конечно типа плюс но как выяснилось который занимает в танке место поэтому пострадал весь остальной боекомплект снарядов танки реально мало чтобы понимали на абрамсе и на челленджер 2 по 48 снарядов в т-90 м с всего 36 если вы сливаетесь на первой минуте вам конечно же насрать вы вообще не понимаете зачем я это говорю но затяжных боях у более скилловых пацанов либо бронебойные либо фугасные снаряды в зависимости от того какие вам больше нужны имеют свойства заканчиваться всегда неожиданно и всегда не вовремя к сожалению убрать птуры из боекомплекта дабы загрузить побольше снарядов нельзя сами птуры в бою чертовски бесполезны так как у всех есть комплекс активной защиты и когда вражеские танки стоят кучей комплекс у них действует коллективно то есть если у кого-то коз уже сработал и находится на кд следующую вашу ракету собьет его сосед с точно таким же комплексом что касается использования птура в бою один на один но представьте 1 туру собьет коз вторым вы нанесете дамаг в это же самое время вражеский танк сделает по вам 3 а то и 4 выстрела потому что пока вы ведете птур к цели скорее всего вы будете стоять на открытой местности и я опять-таки напоминаю что ты 90 м с не самый бронированный танк при этом ваши снаряды не сильно проигрывает туром по дамагу но в три раза делают их по скорострельности вообще конечно ты 90 м с можно характеризовать как чертовски рандомный танк очень уж он рандомен чтобы понять о чем речь я вам так скажу что стрельба на расстояние дальше 300 метров уже от вас не зависит уже не зависит от того насколько хорошо вы целитесь и так далее потому что снаряды полетят туда куда им захочется они туда куда вы задумали то есть и здесь даже дело не в том что у вас там разброс 05 или там каким-то хрена вы может 03 умудритесь выжать из этого танка они все равно полетят в край они полетят за разброс они полетят куда угодно попадут в гусеницу без дамага попадут в бак там без дамага причем бак вы кому-то критонете а он даже не загорится вот так тоже такое бывает на 90 м с от 90 м с танк просто волшебства и чудес я вот так скажу то есть на ближних дистанциях да еще там вы сможете реализовывать свою альфу громадное свое что угодно но на дальних расстояниях полный бред учитывая то что это пиксель хантинг а ты 90 м с по меркам этого левела очень косая машина да то есть не имеет смысл конечно же даже пытаться не пытаться смысл может есть если боеприпасов не жалко то есть 600 метров выцеливать там дырку челленджера 2 бред бессмысленный даже нижний лист другого ты 90 м с вы не выцелитесь такого расстояния можете стрелять на удачу критовать модули можете на фугас переключить все это борода то есть а в ближнем бою танк не очень-то мягко говоря хорош именно потому что у него одна из худших защит на уровне он абсолютно не бронирован то есть нижний лист больше нижний лист пробивается люк мехвода выпирает то есть есть варианты куда противнику вас поразить у противника в большинстве случаев точность будет больше чем у вас если это наверное или лепик любит а у меня пока нет он мне кажется что они тоже косы вот а абрамс какой-нибудь вас с дистанции скорее всего перестреляет да но видите насколько это насколько классно стрелять фугасами на 600 метров вот это вам вот он вот он бой то на современных танках какой оказывается до 300 метров подходи стреляй 600 метров все поэтому все карты которые про перестрелки они вот как-то не для т-90 м с немножко гораздо лучше он может себя проявить на каком-нибудь мирном рубеже или на карте где возможно какие-то обходные маневры потому что он в принципе по большому счету быстрый дал челленджер 2 вот что медленно вот она и маски может заехать в ты лет включить туры бахнуть в задницу кому-нибудь на косарик при удачном течение обстоятельств вот для этого нужен т-90 м с критовать из быть машиной второй линии теперь уже на девятом леволе да как и на восьмом в общем то вот на на т-80 еще можно быть машины турлинии там понимаю там издалека можно пробивать танки там большие зоны пробития быть машиной второй линии на 8 на девятом или даже десятом уровне это просто тоска голимая вот просто концентрат тоскливости с грустным взглядом провожать снаряды которые летят мимо цели вот что значит быть машиной второй линии на этом левеле использовать даже скал бы использовать как машину второй линии минуты 90 м с вот какой-нибудь неосторожно вылезший вот как сейчас драку или какая-то машиночка вот вот ваши цели вы их наверняка правда хотя нет сможете конечно же я регулярно срубаю вот таким вот колесным тачкам целый ряд колес после чего они продолжают прекрасно ездить это конечно очень доставать доставляет мне максимум счастья вот борта леопардов если не под очень острым углом под очень острым углом борт леопарда можете критонуть бензобак без пожара вот поэтому о прекрасный вид на задницу попутный ветер у снаряда был поэтому его не сдуло в сторону только поэтому я попадаю с таких дистанций то скажете что наговор наговариваешь это зависит от того насколько вам везет я вот в танках очень невезучий я постоянно стреляю мимо куда бы не целился постоянно нет эффекта нет урона мой процент побед на ты 90 мс чтобы вы знали да я по поводу команд не зря вначале так разорялся 30 процентов побед у меня винрейт видимо хочешь не хочешь а при таком проценте побед в усредняловку верить перестанешь где же мое усреднение это когда же у меня то будет 43 процента почему 30 на этом на этом танке был один такой особый вечер когда я на т90 мс даже ни разу в пвп 2000 дамага не набил 1600 и еще 700 либо мы их рвали либо нас рвали то есть такие команды абсолютно даже близко они не равны по скилу то есть постоянные дисбалансы они угробили мой средний дамаг а начал я в пвп на 90 мс играю вообще в пвп начинаю играть на танках как только топовые снаряды выкачивая особо на нем в пв я вроде как и не сидел ну конечно что-то там набил пока были акции мы фармили как и все в пвп но в пвп я начал очень рано на нем выкатываться у челленджер 2 очень дерьмовая скорость перезарядки это надо помнить это это запомнить несложно то что вы делаете два выстрела спокойно челленджер в это время делать по-моему один и не успевает зарядиться на 2 то ним как вы ему уже втаскиваете делать ему мощное втаси втащили очень классный обход в тыл вообще что-то вот я говорю либо везет либо не везет посмотрите на моем танке еще муха не сидела там не гадила еще на него а я набил 4400 и просто продолжу готов продолжать бой на враги заканчиваются ведь чем проблем то есть как сложится как получится это отчасти вина команд какие будут составы отчасти это точность танка который вот сейчас почему-то попал в вышку нефтяную ну ладно мой косяк она все-таки движется мне просто интересно вот вдаль именно успеть пострелять но сейчас бы тоже попал видимо видимо сегодня как раз мое проклятие закончилось можно можно начинать играть на девятках можно идти снимать звезды пошли начинаются победы холодная сталь холодная сталь карта на которой можно попытаться замудиться день в городе но в между улицами там чтобы кому-нибудь в тыл в корму выйти это самое конечно сладкое не советую на 90 мс ехать на девятую линию на этот местный проспект потому что ну вы все-таки самый пробиваемый ну или один из самых пробиваемых танков на своем левеле конечно но бывает что там тоже напротив приедет 90 мс вы ему кинете а он вам не кинет то есть надежда только на это перестреливаться с дальних дистанций с каким-нибудь леопардом которого его порт хер пробьешь с каким-нибудь абрамсом даже ну абрамсу еще можно втащить там по крайней мере но даже челленджу второму вы издалека вряд ли попадете потому что там вот в его вот это оконце надо попадать настолько ровно чтобы габаритный след от вашего снаряда ни в коем случае не вышел за пределы вот этого стекла это просто жесть значит а туда и в центр ну как сказал наверное на край мы не едем я не еду я не еду вы не смотрите как я туда не еду ну потому что это не вот поэтому поэтому поедем ближе к этой шишке вот с другими масками побородаться конечно на этом на этой карте появились невидимые сугробы которые просто нереально всем доставляют за ними по-моему даже прятаться можно прикольно человек вас целиться которые про них еще нефти не в курсе а в курсе по моему уже все человек целиться не понимает а чё ж зеленые мерки зеленый маркер не добавление не появляется подкараулил ты смотри но он видите ли блять блять арта дай бог тебе здоровья нахер чтобы у тебя член на лбу вырос и стоял все время потому что если бы не это говно я был просто плюху на 777 джекпотную дал и уехал но нет это говно свелось сюда и накидал по мне хуже хуже не то что накидал а хуже то что загуслило не вовремя вот как по поводу того как пробивается леопард издалека он не пробивается вообще честно говоря никак он с трудом там куда блять если бы я знал что он бортом поедет как раз даже успел бы зарядиться чтобы ему плюху эту выдать так что у нас здесь ох ты здравствуйте ни хераси мне нравится мне нравится вот эти люди которые так играют они стоят и ждут вас за поворотами за какими-то они вот повсюду вас стоят и караулит сам прикол что даже добивать меня не хочет увидеть первый раз выстрел туда пробил второй раз выстрел туда же уже не пробил вот такая борода там вижу где-то едет крабик вероятно что за мной скорее всего сейчас возможно поедет нет не за мной но я его контролировал так 2000 дамаг но это говно полная но честно говоря уже по разнице один бой есть более менее удачный и хватит этот этот будет как пример боя неудачного вообще честно говоря вот эти ситуации в танковых играх вводят меня просто столбняк вот когда мы стоим с одной с одного угла здания а враг стоит с другой стороны с другого угла здания невозможно выехать не получив от него пиздюлину так как же блять атаковать то его тогда вот в чем вопрос что же делать то как же дымовые кидать так они у нас одни всего они спасать должны а уже потом там с дымовых гранат атаку начинать это уже с жиру беситься вот было бы гранат побольше была бы другая тема она когда гранат дымовых мало я их лично берегу на аварийный случай но в данном случае я уже вообще использовал у меня ушел отдыхать из танка механик водитель как видим аптечку я не вожу а шоколадка его не не реанимирует но это кстати в патчах а вот я говорю что экипаж бессмертен а между тем он стал понемножку умирать не так что вот прям вот тебе как в улитках как пробили так и вынесли всех из танка нет но слушайте такое ощущение что у меня мехвод контужен на всю голову а у меня ствол поврежден да да танк танк уже ветеран сражений хрен ли покоцанный побитый облупленный но не сломленный фар это горят еще вот фары мои не бьющие светодиодные классные надо фары похвалить вот если еще на танках фары по-разному начнут светить в пве будет очень классно я надеюсь что эти тачки китайские были застрахованы так сказать на и на волю на какую 90 похоже да туда я скорее всего не успею потому что чем говорят чем танк более а ну что чем танк более разбитый у меня же мехвод мехвод отдыхает жаль очень жаль я бы мог еще что-нибудь набить но видимо не сегодня вот если они сейчас как примутся наших сливать шотных которые летят забирать их жадно-жадно смотрите одного уже убили второго гагаринс литовские однофамилия с гагарина там воюют смотрите давай гагаринс юрос гагаринас гагаринас бля но это был мой единственный шанс хоть что-то хоть что-то втащить нет гагаринс нет все гагаринс первый в космосе последний последний на войне отъехал красавчик напоследок совет всем игрокам на отечественных обт дело в том что в игре стало модно раскачивать корпус танка чтобы вам сложнее было выцелить нижний лист чтобы снаряд ушел на рикошет это особенно действенно работает на танках восьмого девятого левела даже на т-80 можно в принципе попробовать суть данной процедуры не в том что меняются углы вашей брони и они то пробиваются то нет суть в другом дело в том что вы смещаете очень сильно ту самую пиксельную зону которая у т-90 в нижнем листе пробивается и просто снаряды попадают в зону красную условно говоря это самый простой такой народный способ он спасает вас как от стрельбы по нижнему листу так от стрельбы по люку мехвода но в принципе гораздо круче когда с ближней дистанции с более-менее танк врага выцелит ваш нижний лист что вы видите собственно по характерно опущенному стволу и тогда начинайте раскачивать танк чисто только движением назад чтобы нос танка не подымался как бы не подставлял наоборот да в ваш нижний лист а только опускался вниз и типа рикошетил однако от этого маневра лучше станет виден люк мехвода и поэтому когда вам начнут выцеливать именно люк мехвода важно наоборот начать раскачивать танк именно движениями вперед тогда нос будет задираться и люк мехвода будет виден хуже да конечно просто раскачиваться вперед-назад это и проще и по эффективности примерно то же самое однако вот по ощущениям дело уже совсем другое одно дело когда в тебя рикошетит по случайности да что ты вперед-назад покачался тупо в тебя попасть не смогли окей повезло и другое дело когда попасть тебя не могут потому что ты вовремя педалькой дергаешь то есть это уже вообще прям чувствуешь себя таким скилованным ну и в принципе наверное для развития это более полезно так что ну при случае попробуйте короче подводя итог по технике если стоит вопрос брать или нет однозначно брать да может танк не самый нагибучий но уж точно не самый скучный потому что в отличие от леопарда a6 который просто вываливается на вас и пользуется тем что его тупо не пробить на t90 ms вам придется и подергаться и поерзать и что-нибудь еще интересное поделать ну как видите уже кое-какие средства борьбы с врагами на пробиваемом танке придуманы то есть эволюция геймплея произошла что касается стрельбы особенно на дальней дистанции ну тут я могу только повторить то что уже в бою сказал что царит рандом полный просто бесячее количество осечек когда вы не наносите дамаг не попадаете или там что-то такое просто невероятное вы целите в корпус попадаете в гусеницы без урона иногда можете критануть сразу две гусеницы и ни одной не порвете только что я вот выбил красный бак у танка да то есть кританул модуль и ни дамага не нанес ни пожар не начался что такое непонятно стрельба на ходу вообще не для этого танка попасть можно только случайно с пробитим и дамагом вообще только если случится в это время парад планет в общем если берете 90 мс готовьтесь к тому что периодически в самые ответственные моменты танк будет вас откровенно подводить то есть будут и рикошеты оборта леопарда и нет эффекта об задницу абрамса все это будет поэтому берете 90 мс подготовьте свои нервы разомнитесь на тайпе 98 а 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 Продолжение следует...